Здравствуйте! Сегодня 12 июля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Единая европейская валюта встретила новую неделю резким снижением. Евро подешевел против доллара на фоне роста опасений, что теперь уже Италия может стать следующей жертвой европейского долгового кризиса. В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Европейский Центральный Банк готовится вдвое увеличить размер фонда спасения для того, чтобы хватило средств на помощь Италии. Газета Financial Times в свою очередь сообщила о ведущейся в Европе подготовке к частичному дефолту Греции. Все эти факторы крайне негативно повлияли на настрой рынка по отношению к единой валюте. Курс евро-доллара снижался вчера на протяжении всего дня. Валюта пробила один за другим ключевые уровни поддержки 1,42-1,41-1,40 и зафиксировала минимальный уровень на отметке 1,3986. На американской сессии пара несколько откатилась от достигнутого минимума и стабилизировалась в узком ценовом диапазоне вблизи основания. Учитывая сложившуюся на данный момент по паре евро-доллар структуру ее ценового движения и показания технических индикаторов, предполагаем дальнейшее снижение курса единой валюты к ценовому уровню 1,3957, а далее разворот и подъем пары в направлении 1,4037 и 1,4080. Если валюте удастся преодолеть этот последний уровень, евро продолжит подъем к 1,4144 и, возможно, выше. Если же пробой уровня 1,4080 не произойдет, пара возобновит снижение в направлении 1,3857. Падение курса единой европейской валюты на вчерашних торгах оказало сильнейшее давление и на пару фунт-доллар, курс которой вновь снизился вслед за евро и достиг минимума на отметке 1,5882. Существенную поддержку продавцам оказали также прогнозы организации экономического сотрудничества и развития Европы, предупредившие о том, что экономика Великобритании находится под угрозой мирового замедления темпов роста. Это укрепило уверенность инвесторов в том, что Банк Англии не собирается следовать курсу ужесточения монетарной политики и сохранит учетные ставки на прежнем минимальном уровне еще в течение достаточно длительного времени. На этом фоне фунт ослаб против большинства основных конкурентов, сохраняя в динамике своего движения нисходящую тенденцию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем попытку пары продолжить снижение и протестировать на пробой уровень предыдущего минимума от 27 июня 1,5912. Если валюте удастся преодолеть его и закрепиться ниже, снижение продолжится в направлении 1,5821 и ниже. Если же пробоя не произойдет, пара фунт-доллар развернется на восходящую коррекцию к предыдущему снижению. Цели коррекции 1,59, 1,5936 и 1,5973. В экономической статистике вторника Банк Японии опубликует решение по основной процентной ставке и свой комментарий по кредитно-денежной политике. Изменения здесь не ожидаются. Ставка будет сохранена на прежнем уровне менее 0,1%. В этот же день состоится пресс-конференция Банка Японии. Целый блок показателей будет опубликован в Великобритании. Среди них итоговые показатели внешней торговли за май месяц, индексы потребительских и розничных цен за июнь, отчет по изменению цен на жилье. США также представит в этот день итоговое сальдо по балансу внешней торговли за май месяц. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.